Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас очень интересная распаковочка посылки с сайта Рандеву. Там много крутой, классной декоративной косметики. Будем все с вами тестировать, свочить. А также уход за волосами от Керасис и Капус. Давно нашумевший такие известный продукт, который очень давно тоже хотелось протестировать. Так, давайте скорее распаковывать. Вот она посылочка. Сейчас вместе с вами ее распакуем. Рандеву, девчонки, как всегда, для вас дает промо-код на скидочку. Я обожаю этот сайт. Там часто бывают скидки, распродажи. А еще радует, знаете, с каждым заказом все дешевле и дешевле, потому что у них система накопительных скидок. Как бы ничего не повредить. Все ссылочки на все товары, также промо-код, девчонки, оставляю под видео. Вот так все приходит упаковано. Ох, тут надо пошуршать, девчонки. Очень хорошо упаковано, сейчас пошуршу. Вытащила. Так, первое, это у нас что? О, это палеточка. Это палеточка от Revolution. Так, где мой ножик? Ножик, где ты? Это палеточка от Revolution. Очень крутая, такой подарочный набор. Я думала, она будет меньше. Смотрите, какая прелесть. Набор с кистями. Вот такой подарочный. И меня зацепила эта цветовая гамма. Это все мои любимые оттенки в макияже. Девчонки, они потрясающие. И вот таких три кисти в наборе. Так, информация. Очень мелкая палетка для теней. Применение. Артикул, если что. Артикул можно найти. Так, ну и давайте вскрывать. Давайте скорее вскрывать. Вот как выглядят кисти. Достаточно мягкие, кстати, и плотно набитые, девчонки. Три разных кисточки для растушевки, для нанесения нижнего века. Да, для хайлайтера можно даже вот эту использовать для контуринга. Очень мягенькие и очень плотно набитые кисточки. Видите? Прям хорошенькие. Мне нравятся. Здесь написано у нас с вами. Revolution. Фокус не хочет фокусировать. Блестящие надписи. Да? Так неплохие. Легенькие такие. Легенькие кисточки всегда пригодятся. Хорошие. Мне нравятся, знаете. Прям хорошо набиты. И сама палетка. Я правда думала, она будет меньше. Девчонки, посмотрите, какие оттенки. Они просто потрясающие. Давайте сейчас с вами просвочим. Несколько хотя бы так, шиммером. Ой, какая пигментация. Так. Переносится хорошо. Считай. Фокус. Давай. Считай один раз макнула. Блин, какой крутой оттенок. Вот этот. Ох, вообще. Так. Какие еще? Вот этот мне тоже нравится оттеночек. Смотрите, какая красота. Мне кажется, мокрым способом, даже если наносить, будет очень круто. Рядышком их прям. Супер. Переносится вообще шикарно. Светленький. Слушайте, текстура классная. Пока даже они практически, не практически, они пока не пылят. Никакой пыли. У меня еще не было палеток революшн, но очень хотелось оценить их по достоинству. Вообще круто. Какой давайте вот этот просвочим. Блин, поверх других теней. Ну, света. Вот он. Такой темный. Ну, вот который без шиммера, они слегка при нанесении пылят, ну, прям вот слегка. Знаете, неплохо, прям вот вообще неплохо. Вот так, какой еще, давайте вот этот попробуем. Красота, да и только, слушайте. Да? Вообще здорово. Я в восторге, девчонки, оттенки потрясающе. Так, у нас номер у этой палетки есть. Сейчас мы с вами посмотрим. Или она только вот в таком подарочном формате, чтобы отдельно ее было приобрести можно. Ну, смотрите, вся информация. Я здесь номера не вижу. Название Sunset Sky, наверное, да? Reloaded Sunset Sky. Название палеточки. Оформлено красиво. Супер. Девчонки, будем с вами делать макияж. Так, погнали дальше. Это расческа. Ксюша очень ее ждала. Она только такими расчесывается, потому что остальные дерут волосы. Это Алин. Алин Professional. Ну, вот как она выглядит. Щеточка для бережного расчесывания с ручкой. Так. Сейчас мы с вами распакуем. И посмотрим. Так, тут щетинки все разные длины. То есть они так рядочками идут. Вот там они покороче. Да, тут опять подлиннее. В общем, здесь короткие и длинные. Неплохая щеточка. Слушайте, будем пробовать. Вот так она выглядит. Это я тенями уже заляпала. Да? Неплохая вроде. Будем пробовать. Расскажу вам обязательно. Так, поехали дальше. Это я заказала мужу, девчонки, не вейгель. Для бритья охлаждающей, для чувствительной кожи. У него намногое раздражение. Очень он редко с каким средством может бриться комфортно. Вот этот ему подходит очень. Поэтому у кого у мужчин тоже раздражение какое-то бывает после бритья или чувствительной кожи. И если у вас даже, ну для женщин тоже можно брать. Почему нет, если вы бретитесь, да? Присмотритесь к нему, потому что он действительно для чувствительной кожи. И от него раздражения никакого не бывает. Именно вот в формате геля у меня муж подходит. Классная вещь. Так, дальше. Это я заказала себе дезик. Я сто лет, девчонки, не пользовалась рексуной. Мне захотелось почему-то. Я раньше много-много лет вот таким пользовалась твердыми стиками. Да, это у нас свежесть бамбука. 48 часов. Это обычный твердый стик. Дезик. Всегда такими заглушечками было. Я много-много лет уже не пользовалась. Уже несколько лет на дезиках от Фаберлик. А тут вот решила почему-то повторить. Не знаю. Так, он выглядит. Пахнет классно. Как и раньше, Рексона пахла. Я даже помню, представляете. Удобный формат. Мне кажется, они меньше стали по размеру. Так, это зубная щетка. Рок. Я заказала крестюшки, потому что у нас уже два зуба и лезут еще. Она у нас с первого зуба. Я Ксюше тоже такие брала. Щетки классные, обалденные. Так, распечатали. Опа, распечатали. Вот как она выглядит. Удобная ручка. Даже вот дать ей сейчас поиграться, погрызть. Она сейчас все грызет. Ребенок познает окружающий мир через рот. Она достаточно мягенькая, но в то же время жесткость присутствует. Вот эту ручку можно погрызть, даже дать смотреть тут пупырышки, почесать зубки. Да? Как здорово. Мне очень нравится щетки Рок. У нас с вами, студио профессионал, а блеск флюид для волос, господи, я думаю, почему он такой в формате лака. Это у нас с вами капус. Блеск флюид для волос. Я такой продукт беру впервые, но капус хвалят. И мне очень захотелось попробовать. Так, информация на русском. Вот блеск флюид для волос. Невесомый. Предназначен для придания натурального блеска волосам всех типов. Летучие масла, которые обеспечат необходимое увлажнение. Покрывают волосы невесомой тонкой пленкой. И защищают воздействие внешних факторов, не изменяя формы и объемы прически. Комбинация воздействия. Комбинация за антиоксидантов и полимеров. Надежно защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды. Прикольно. Перед применением встряхнуть равномерно. Распылить на уложенный в прическу волос. То есть это завершающий этап у нас этот артикул, если что. Прикольно. Баллон такой здоровый. Ну-ка, открывайся. Студио профессионал. Интересненько. Ой, какой запах обладенный. Пахнет супер. Примерно душу такая достаточно ярко выраженная. Будем с вами пробовать. Закрывайся. Да что такое? Смотрите, какая крышка. Неудобная. Во, закрыла. Тугая прям. Но перед этим мы с вами, девчонки, будем пробовать уход от керасис. Ох, как давно хвалила Аленка Ревизанту вот эту маску резвым. Прям нахваливала. Мне очень интересно попробовать. Я взяла, скидка была, шампунь в большом объеме. А маска, она только в одном объеме была. По-моему, ее в большом объеме не бывает. Смотрите, какой удобный дозатор. Да? Вообще классный. Здесь ограничитель. Дозатор очень удобный. Надо потом потребует себя ставить. Распечатала. Вот он шампунь. Вот она маска. Именно вот такая вот красная серия. Ее прям нахваливают. Шампунь для ослабленных волос. Керасиски. Расиски. Так. Информация вся. Специально разработанная формула для всех типов волос. В общем, это для поврежденных. Класс. Это у нас Корея. Это корейский уход за волосами. Я буду впервые пробовать корейский уход. И маска для волос. Кому интересна информация. Масло семян камелии. Что-то тут еще такое интересное в составе было. Шести восточных трав. Композиция для всех типов волос. Нанести на волос небольшое количество средств. Сделать легкий массаж. Я не одну минуту смойте. Нет, но я не одну минуту буду держать. Я буду держать подольше. Такие продукты. Я считаю, нужно держать побольше. Будем тестировать с вами, девчонки. В этом же видео все. Потому что интересный уход. Многие хвалили. Кому интересно, девчонки, смотрите по ценам. Я уже вам говорила, там и скидка накопительная есть. Так. Вторая часть на плодной. Да, и вторая часть на плодной. Вот она. Кому интересно, можете на паузу нажать. Мы с вами уже убираем. Так, дальше. Что у меня, девчонки, заказала вот такой. Арома Зодиак. Именно для водолей. Я водолей. Мне кажется, вообще это крутой тематический подарок на Новый год кому-нибудь. Здесь 6 штук по 1,5 мл эфирных масел, 100% натуральных. Апельсин, бергамот, алан-иланк, жасмин, крупноцветковый кедр, гималайский, сосна, бак-на-ин. Я люблю вообще что-то такое. С идеалком связано. Информация, кому интересно, как все это дело у нас с вами выглядит. Вот они эфирные масла внутри, в коробочке. Пригодятся для увлажнителя воздуха. Духа буду добавлять. Они все у нас подписаны. И здесь у нас есть информация для водолея. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. Вот такая вот инструкция. Какое масло, каким свойством именно обладает. Здесь все расписано. Как добавлять для бани, для сауны, для дома, для ванны. Видите? Для массажа снимать переуготовлением. Потрясающе, потрясающе. Так, дальше, девчонки. Я заказала себе вот такую новую повязочку для головы, для волос. Решила обновить, а то моя уже всем приелась. Корейская тоже. Вот так она выглядит. Мимишная. Я почитала отзывы на сайте. И сказали, что для большой головы подходит. Потому что у меня голова достаточно широкая, девчонки. Ну, не широкая, а в объеме, в обхвате. Вот, будем с вами делать макияж. Попробуем потестировать. Резиночка достаточно мягкая, хорошо тянется. То есть, прям хорошо. То есть, здесь у нас резинки нет. Здесь ничего спереди не тянется. А вот тут резиночка только сзади по периметру. Ну, такая вот миленькая. Попробуем. Так, и еще что? Еще два девчонки карандаша. Один карандаш, а другой у нас с вами тень для губ. Тоже продукты очень захваленные, разрекламированные. Не терпелось потестировать, посмотреть. Первый продукт это у нас с вами Вивьен Сабо. Так, где у нас? Да, вот Вивьен Сабо. Это устойчивый карандаш гелевый для губ. Он у нас с вами в оттеночке. 0,1, по-моему, Аленка Резон тоже хвалила. Так, сейчас мы с вами его распечатаем и посводчим. Вот таким он его образом выглядит. И, по-моему, я читала, что он точится обычной точилкой. Оттенок 0,1, это не утром. Да? Сводчик. Фокус. Фокус, фокусируйся. Сейчас мы его сфокусируем, девчонки. Жирненький сводчик и тоненький сделаю. Вот, сам сфокусировался, испугался. И это очень красивый нит, вы со мной согласны? Он безумно приятный, мягенький в нанесении. Прям мягенький, мягенький, мягенький. Класс. Красивый оттенок, правда? Камера передает его вам достоверно. Он немножко такой в лиловый уходит, да? Немножечко так. Классный, красивый нюд. По стойкости будет интересно. И второй продукт, девчонки, это катрис подводка тинт для губ. Вот как она выглядит. Должна быть тоже стойкая. И оттенок у нас здесь с вами, мне кажется, заклеили. Аква инк лайнер. А какой оттенок, правда, что ли, наклейка? И вот это заклеили оттенок. Потому что он тоже по оттенкам. Ну ладно, я потом посмотрю. По накладной, в накладную. Это, наверное, еще с контур тинт. Да, номер десятый оттенок. Вот, девчонки, десятый, если что. Так, вскрываем. Смотрите, как он выглядит. Здесь такой шарик. Оттенок такой темный на шарике, да? Так, давайте рисовать фокусы. Вернись, иначе мы будем с тобой ругаться. Класс. Это уже такой теплый оттеночек, немножко уходящий в коралл. Десятый на тоже как нет. Он рисует как фломастер. Я в отзывах читала, да, как фломастер. Многие писали, жаловались, что он быстро высыхает. Почитала отзывы девчонкам. Нужно хранить вот так, стоя вниз, да? Чтобы он не засыхал. Еще девчонки некоторые лайфхак писали. Мож кому-то пригодится, что вот эту штучку можно вытащить, перевернуть. И с другой стороны он тоже такой же шаричек. Это уже как фломастер для губ, девчонки. Давайте карандаш и я с собой проверим. Смотрите, не стирается. Не стирается. Смотрите, как трусильно, девчоночки. Вообще красота. Так, тин засох. Он пока липковатый, кстати. Он пока липкий. Будем на губах пробовать. И он тоже не стирается. Это то, что я хотела. Ура, ура, девчонки. И оттенки какие шикарные. Все, будем с вами тестировать, делать макияж, тестировать уход за волосами. Оставайтесь со мной. А, кстати, всегда, когда выкладывают такие подарочки. Кстати, это еще не пробовала. Это у нас с вами сыворотка против морщин. И здесь не приклеили по-русски, ничего нет. Гидрогелевая маска. Можно, в принципе, догадаться, да? Согласна со мной? Фокус, вернись. Это люминэ. Буду пробовать. Приятно, всегда. Спасибо. Девчонки для губ, я прям все, у меня восторг. Смотрите, все, он не липкий. Тинт не липкий. И он осел. И вот такой вот оттеночек дал. Вот. Красота. Ну что, попробовали сейчас на Ксюше пока сначала? Вот этот вот спрей-блеск. Ну, блестят. Блестят хорошо, но они у нее и так блестят. На мне будет достоверней это все проявится. Кстати, сводчи, даже влажная салфетка, я уже столько раз мыла руки, и они не смываются. Вот. Вот так они блестят. Прочесали вот эту щетку. Она, кстати, прочесывает хорошо. Не скажу, что деликатно, но она прям прочесывает хорошо. Попшикали блеском для волос. У нас волосы путаются сильно. Вот. И, ну, блестят. Блеск, то есть вот от цвета, как вам удобнее показать. Вот так вот. Видите, как красиво. Но они у нее и так блестят. У нее не поврежденные. Посмотрим на мне, как он будет работать. Ну что, девчонки, помыла голову с шампунем. Тирасис, да? Что хочу сказать. У него такая крутая душка. Вообще нереально крутая. Он кремогелеобразный такой. Знаете, перламутровый и с легким желтым оттенком. Как будто там масло. С таким же желтым оттенком и маском. Шампунь. С учетом того, что волосы не спутывает, промывает до скрипа. Одного раза, чтобы промыть, хватает. Но я, как всегда, делаю два раза. Первый раз промываю, потом второй раз промываю. Потому что кожа головы у меня жирнится быстро. Маска тоже с желтоватым оттенком. Но уже не перламутровая такая. Прям кремовая, густая. Средней густоты. Хорошо выдавливается из тюбика. Кстати, он был зафольгирован. Вот сейчас нанесла на волосы. Немного ее нужно. У нее будет небольшой расход. Этого флакончика хватит надолго. Она прям моментально разглаживает волосы. После шампуня они, кстати, чистые до скрипа. Не спутанные. То есть, если у вас вообще нормально неповрежденные волосы, вам хватит шампуня для одного качественного ухода. Но у меня волосы очень сильно повреждены. И то он их не спутал. А под маской они вообще стали лосниться. И прямо разглаживаться. Девчонки, смотрите, как будто кератинчик какой-то или еще что-то. Но вообще здорово. Смотрите, у меня пушок растет. У меня, наверное, восстанавливается гормональный фон после родов. И у меня активно растут волосы. Видите, это чудо. Да. Вот. Так что сделала маску. Я не буду ее сразу смывать, как написано в инструкции по применению. Я похожу минимум минут 20. Потом посушу. Никаких не смываешь больше не буду наносить. И покажу вам результат. Запах обалденный у линейки. У шампуня он очень ярко выражен. У маски менее ярко. Да, Ксюша тоже хочет теперь попробовать. Обязательно и на ней попробуем. Сказать еще. Руки, по-моему, уже 500-100 раз. Тинт еле виден. Карандаш Vivienne Sabo на месте. Представляете, какой классный завтра будем с вами делать макияж. Новая косметика. Вот это обязательно. Я мыла. Я терла с мылом. Vivienne Sabo на месте. Тинт тоже видно, но бледновато. Видите? Класс. Это какой-то восторг. Это шелк. Вы видите, как они блестят? Просто маска отпад. Посмотрите. Расческа при сушке вообще не застревала. Это такая тяжелая артиллерия. Слушайте, у меня при даже самых сильных, мощных, плюс не смываешь, расческа все равно застревает при сушке волос. А здесь нет. Они просто как новые. Слушайте, я в таком состоянии свои волосы не видела очень-очень давно. Потому что я давно не стриглась, и у меня вот так точно они мертвые кончики. Вы посмотрите, какая красота. Это прям фотка для рекламы. Оп. Представляете, как блестят? Мне даже вот этот вот блеск... Сейчас смысла тестировать нет. Я, конечно, протестирую, покажу вам, что изменится. Но это просто восторг. Девчонки, посмотрите, какие волосы. Вообще. Я в шоке. Они обалденные. Они живые. И да, завтра будешь мыться, и ты себе попробую. Мне кажется, я нашла фаворита своего в уходе за волосами. Ну вот могу сказать честно и открыто. Пока. Я не знаю, как утяжелять будет, не будет. Посмотрим. Ну, мои сейчас волосы тяжело утяжелить. Это лучшее, что я пробовала для волос в своей жизни. Я вам серьезно говорю. Лучшее. А запах такой обалденный. Так, ну вот, смотрите, волосы. И я сейчас попшикаю блеском и покажу. Попшикала. Но они были в обалденном состоянии, поэтому мне сейчас очень тяжело, конечно, сказать. Ой, он такой ядреный, кстати, этот сплин. Вот прям такое облако пыли вокруг себя создает, рядом с детьми, даже страшно распылять. Ну вот. Еще сильнее блестят, девчонки, или как? Ну, я в шоке от состояния волос. Прям я вообще, девчонки. Вот с какими средствами, я имею в виду керасис, можно отрастить длинную шевелюру. Не знаю, что изменилось, потому что они после маски керасиса так блестят, все переливаются. Обалденно. Поэтому куда еще сильнее. Я в восторге. Будем дальше с вами тестировать косметику из посылочки теперь уже завтра. Ну что, девчонки, день следующий. Сейчас будем делать с вами макияж. Вот как выглядит повязочка. Ее, кстати, можно надевать... Сейчас покажу, как. Проще показать, чем объяснить. Вот так. То есть широко прям. Да, давайте мы с вами так оставим. А можно ее в два раза сложить. На голову не давит. То есть с моей большой головой, в принципе, нормально. Волосы закрутились. Волосы класс. Волосы на другой день тоже мягкие. Кое-где местами закрутились, но блестят и мягенькие. Супер. Я нашла источник естественного цвета у себя в квартире. Сейчас мы с вами будем делать макияж. На веночках. Первым делом я тон нанесу. Это будет кушеная СИО. Сейчас его активно использую. Он меня, в принципе, во всем устраивает. Перекрывает хорошо. Хорошо. Чтобы вы видели сейчас половинку лица. Перекрою. Классный. Подстраивается потом под цвет кожи. Девчонки писали, даже белоснежки берут. Хотя он кажется желтоватым. Вот. Половина лица перекрыта, половины нет. Да? Сейчас нанесу оставшуюся часть. Ну, прикольная повязочка. Но она удобная. Она удобная, мне нравится. Все, готово. Ну, смешно я такая все равно в этой повязке. Дальше контур. Палеточка Глантин. Последнее время только она у меня на лице. Кто спрашивал, что у тебя на веках и так далее, это только она. Сейчас сделаем с вами контур. Незамысловатый такой повседневный макияж у нас с вами будет, да? Уходит на него у меня минут 10 максимум. Я его люблю. Вот здесь вверху. Вытягиваем с вами лицо. Я вам всегда показываю разницу, да? Вот тут возле височка немножко. Вот разница двух половинок, да? Есть? Есть, конечно. Носик я прямо этой же кисточкой всегда делаю. Если есть второй подбородок, и его затемняю. И вторую половину. А, девчонки, забыла. Своч. Вы представляете, я уже мылась. Я уже миллион раз мыла посуду. Я специально мыла руки много раз. Своч на месте. Это карандаш Вивен Собо. Слегка видно на руке Тин. Его чуть-чуть видно, камера вам не передаст. Но вот этот жирненький своч и Вивен Собо, он на месте. Представляете, я в шоке. Так, теперь немного румяшек. Тоже из этой палеточки. На яблочке. Они такие сильно пигментированные, поэтому с ними надо аккуратно. Прям чуть-чуть так беру. Все, готово. Контур сделали. Теперь, девчонки, мы с вами приступаем к палеточке Революшн. Класс. Не знаю даже, за какой оттенок взяться. Беру тоже новые кисти, которые здесь были. Так. Верхняя века. Давайте сначала нижняя. Какой нижняя? Скошенный, что ли? Давайте вот этой попробуем. Какой оттеночек? Какой же взять оттеночек? Хочу миксануть, наверное, вот этот и вот этот. Вот эти два. На нижнем веке. Нам не нужен с вами блеск и шиммер. Так, как набираются? Ну, когда набираются, они слегка пылят. А так, в принципе, нормально. Ну, пылят, пылят. Ну, я не знаю, те, некоторые бы не пыли, да? Так. Блин, толстая она, конечно, для нижнего века. Эта кисть не очень подходит. Класс. Для нижнего века я использую вот такую вот тоненькую. Фаберликовскую. Так, сейчас какой-нибудь растушуем кисточкой. Потому что прям многовато. Оттенки все мои любимые. Прям такие сейчас самые ходовые, модненькие. Классные. Люблю. Так. Я уже макать, наверное, не буду, потому что... Потому что и так огонь. Макать. А за новую тоже. Да, для нижнего века здесь кисточки нет. Не очень удобно, потому что получается прям толсто. Так. Пока оставляем так. Теперь верхний век. Что же нам с вами использовать? Как подложку. Какой-нибудь нейтральный оттеночек выберем. Я не знаю даже. Давайте вот этот, что ли. Вот этот такой светло-розовый. Мне кажется, он все равно будет насыщенный. И пигментация у теней такая прям от души. Да, он насыщенный, но он такой не ядреный прям. Будет у нас такая с вами подложечка. Ну, кисти неплохо, в принципе, тушуют, что хочу сказать. Нормальные кисти в наборе. Можно поработать. Так, все, подложка готова. Какой оттеночек теперь возьмем? Ага. Давайте-ка возьмем с вами какой-нибудь блестящий. Вот этот. Который посерединке у нас сверху. За основу его возьмем. Ой, красота. Красота. Если наносить, мне кажется, влажным способом, будет вообще просто огонь. Видно вам, не знаю, девчонки, передается блеск. Люблю такой красный, знаете, в красных оттенках больной макияж, да? Ну, потому что с таким оттенком глаза часто выглядят заплаканными. Подтушуем. Эти оттенки уже тяжелее тушуются. У нас здесь с вами нет такого, да? А, есть оттеночек по типу хайлайтера. Все кисти уже замарала. Но не все. Вот этот вот светлый оттеночек мы с вами нанесем вот этой огромной кистью. В уголок глаза, под бровь. Угу, да-да-да, как хайлайтер, да. Светленький, сияющий, красивый. Угу, да. Под бровь. И слегка, я люблю такие оттенки светленькие еще наносить, знаете, прям вот над зрачком, чтобы придать сияние. Прямо на серединку. Угу. Вот так. Да, видите, сразу глазик сияет. И на внешний уголок, какой же нам с вами оттенок-то взять? Давайте возьмем вот этот самый темный. Самый темный, немножко его тушенем на внешний уголок глаза. Вот таким образом. Так. Теперь все это дело нам нужно как следует растушевать. Между собой. И увести к виску. Вот так. Один глазик. Сейчас по образу и подобию сделаю второй. Ну все, глазки готовы. Этот же светлый оттенок можно нанести над губкой. И чуть-чуть на носик. Он как хайлайтер вообще великолепный. Так что я делаю дальше? Дальше я карандаш делаю межресничку, прорисовываю. Карандаш фаберликовский. Стрелку не рисую, просто прорисовываю межресничками, чтобы брови в туле кто продоровал. Карандаш, конечно, фаберликовский по этим теням не очень хорошо рисует. Он плохо рисует по любым теням с блесками. Но мне сильно ярко не нужно. Просто немножко прорисовать межресничку. Това. Просто прорисовала межресничку и все. Карандашом размахчатый, здесь четкие линии не нужны, потому что он коричневый сам по себе. И вот тот эффект, который нужен. Теперь тушь-тушь всегда фест-класс. В последнее время. Пока она не остановилась, и она мне очень нравится. Наносим тушь. Реснички готовы. И теперь самое интересное. Тут солнышко у меня кусками периодически. Карандашики. Так, гелевый у нас с вами катрис. И не гелевый, а маркер. И гелевый карандаш Вильен Сабу. Я думаю, сюда по оттенку Вильен Сабу подходят. И судя по стойкости, слушайте, я прям очень удивлена. Губы не подготовила, бальзам не нанесла. Ну и ладно, проверим. Подчеркивают, шелушения нет. Хотя карандаши они все подчеркивают, шелушения. Так, надо будет попробовать его еще поточить. Если он так держится, девчонки, это будут мои любимые помады. А чтобы губки не сохли, нанесли бальзамчик, с утра походили. Хороший бальзамчик. И все. И гигиеническую помаду. Мне будет выбеливать губы, потому что у меня на губах татуаж. И карандаш, он светлее, чем у это тоже. Но он его хорошо перекрывает. Подарю себе, конечно же, полмиллиметра. В подарок. Уже губище какие. А внизу, мне кажется, больше полмиллиметра подарила себе. Так, закрашиваю. Красота. Да, мне он губы выбеливает. Видите, такая миротвичина слегка. Пока слегка липнет. Сейчас я подправлю, девчонки, вернусь к вам. Чтобы подправлять надо быстро, потому что он такой... Схватывается моментально практически. И тут вам поближе. Как выглядит губище. Вот это губище, да? Сейчас я лампу выключу, потому что она может искажать немножко цвет. Вот, естественное освещение. Но тень все равно падает, поэтому она не очень хорошо видно. Вот так вот. Карандашик передается правильно. Но с лампой лучше. Вот так, да. Ну и вот уже цельный такой образ. Мне все нравится, девчонки. Про тени. Вообще класс, класс. Подборка оттенков вообще просто бомбическая. И знаете, что еще радует? Когда их наносишь, они не осыпаются. Их не нужно потом убирать. Вообще не осыпаются. То есть на лице у меня ни одной блесточки. Ни одной. Хотя тени блестящие, да? Все тени, которые у меня пользовались до этого, особенно с блестками, они осыпаются. Поэтому понравилось. Я рада. Вот как они смотрятся. Еще раз вам показываю. Очень красивые. Насыщенные. Посмотрим, как будут держаться весь день. Если все нормально, я постараюсь выложить со всеми сводчами этой палетки в инстаграм-пост. Сейчас просто совсем некогда вести инстаграм. Прям вот от слова совсем. Карандаш перестал быть липким. Он комфортный. И судя по сводчу, он должен продержаться весь день. Посмотрю тоже, как он будет сходить во время перекусов. Когда пьешь водичку, посмотрю. Интересно, как он будет сходить на самом деле. А так я от этой декоративки, но вы вообще девчонки в восторге. В полном. Кисти такие средненькие, обычные. Буду еще потом тестировать карандашик. Точнее, лайнер для губ от Катрис. Тоже вам расскажу. Напишу пост. Постараюсь. Постараюсь. Если не напишу, напишите мне в инстаграм. Света, напиши пост. Ты же обещала. Вот так прям. Сейчас я вам покажу при естественном освещении еще макияж. Куда-нибудь прям к окну встану, чтобы вы понимали оттенок. Хотя сводчи я вам уже рисовала. Они как бы передаются достоверно, чтобы вы понимали все оттенки. Ну вот, девчонки, макияж. Прям вот естественное-естественное освещение. Вот так он выглядит. Губы, конечно, мертвичинка. Но мне нравится. Это нюд. Такой классический нюд повседневный. Можно с чем-нибудь разбавить, с какой-нибудь помоткой, да, с чем-нибудь таким. Вот поближе. У меня шелушение сейчас есть. На губах губы жутко сохнуты. Я перед этим их не обработала. Вот смотрите, как они выглядят. Я бы не сказала, что он прям сильно подчеркивает шелушение, честно. Достойно, вполне. Да, видны вот эти, ну, на губах линии морщинки как бы. А так шелушение не подчеркну. Здорово. Мне очень понравилось. Прям вообще попало в точку. Все ссылки на продукты на сайт Рандову под видео проходите промо-код на скидочку для вас специально. Ну, а я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока.